Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «Премудрости» Соломонова, глава 15. «Но Ты, Бог наш, благ и истинен, долготерпелив и управляешь всем милостиво». Открыв пред нами всю ужасающую картину жизни человечества в большинстве своем отрекшегося от богопочитания и обратившегося к бездушным идолам, к служению страстям своим, олицетворяемым изваяниями, поклоняясь образом подобных им людей, а люди навлекли на себя великие скорби, пустившись во вся тяжкое, не имея страха Божьего, совершая всякое беззаконие, и близок суд на таковых. Но теперь, обращаясь к Богу, ублажает мудрый наставник Его за долготерпение и то совершенство, с которым продолжает, устрояя мир свой и правя им Господь, ожидать и привлекать к спасению всех людей. «Если мы согрешаем, молитвенно называют премудрый, ко Господу, мы Твои, признающие власть Твою, но мы не будем грешить, зная, что мы признаны Твоими». Есть одно признание Бога, Богом Своим, Который присуще кающимся и не впадающим в уныние и отчаяние от своих неисправностей. И есть иное расположение, принятых Господом в удел свой, которые, уже имея свободу чад Божьих, не грешат, ибо для них и жизнь Христос, и смерть приобретение. Для них творить волю Божью – это значит исполнять самые главные требования своего собственного сердца, свою волю, соединять с волей Божьей, стало для них уже не делом усилий, но делом любви. «Знать Тебя есть полная праведность, и признавать власть Твою – корень бессмертия». Сподобившийся ответить любовью на любовь Божью, оказывается причастным к бессмертию, и это ведение Бога составляет и основу Его собственной праведности. Нет никого праведного самим собою. Всякая праведность человеческая – есть праведность Божья, которую человек всей душой своей примет. «Не обольщает нас лукавое человеческое изобретение, небесплодный труд художников, изображения, испещренные различными красками, взгляд на которых возбуждают в безумных похотения и вожделения к бездушному виду мертвого образа, и хоть имеют великую привлекательность для служителей страстям своим. Это те извояния, которые воздвигаются среди рода человеческого, но на тех, кто уже восчувствовал свое богосыновство, эти соблазны уже не имеют никакой власти. «И делающие, и походствующие, и чествующие суть любителей зла достойные таких надежд». «Что за надежды могут согревать сердце в отношении помощи от беспомощных? Потому эта ложная надежда, не могущая осуществиться, оставляет в крайнем разорении душу того, кто уповал суетно. Горшечник мнет мягкую землю, заботливо лепит всякий сосуд на службу нашу, из одной и той же глины выделывает сосуды, потребные и для чистых дел, и для нечистых, все одинаково. Но какое каждого из них употребление, судья, тот же горшечник?» Мы помним и слова апостола Павла, призывающего нас к благоговейной доверенности промыслу Божьему, указывая на соотношение горшечника и глины, из которой изготавливает он сосуды различного предназначения. «Скажет ли изделие, сделавшему его, ты меня не так сотворил?» Надлежит довериться Богу, и об этом взывает и наш богопросвещенный наставник. «И суетный труженик из той же глины лепит суетного Бога, тогда как сам недавно родился из земли и вскоре пойдет туда же, откуда он взят, и взыщется с него долг души его. Не для того из земли воздвиг Господь человека и вдохнул в него душу живую, дыхание жизни, чтобы тот предметом своего поклонения сделал то же, из чего сделан он сам, но он сделан так, чтобы иметь возможность взойти на небо, тогда как расположит ко Господу своему сердце свое. А человек вместо великого призвания, ему предназначенного, отвращаясь от Бога, прилепляется к той персти, к тому первозданному веществу, из которого сделан сам, и ему воздает божественные почести. И за это не останется без взыскания. Долг души его — это невыполненное призвание, неосуществленное восхождение, к которому призвал его Господь. Но у него забота не о том, что он должен много трудиться, и не о том, что жизнь его кратка, но он соревнует художникам золотых и серебряных изделий, подражает медникам и вменяет себе в славу, что делает мерзости. Так глубоко помрачение человеческое, что очевидная несообразность предметов поклонения их достоинству, однако не погружает в сокрушение воятелей, идолов, но еще и заставляет их тщеславиться своими достижениями и извояниями. Он вменяет в славу себе эти мерзости. Сердце его — пепел, и надежды его — ничтожные земли, и жизнь его — презрение грязи. Состояние пепла сердечного — это образ живого трупа. Головешки, как говорил преподобный Серафим Саровский, называя душу без молитвы к своему Создателю. «Ибо он не познал сотворившего его и вдунувшего в него деятельную душу и вдохнувшего в него дух жизни. Они считают жизнь нашу забавою и житие прибыльную торговлею, ибо говорят, что должно же откуда-либо извлекать прибыль хотя бы и из зла». Замечательная современная фраза. «Жизнь создана и дана нам для удовольствия и развлечения. Прибыльная торговля — это лучшая участь, которую может себе восхитить человек на земле и извлекать прибыль откуда-нибудь, хотя бы и из зла, необходима человеку для того, чтобы иметь на земле эту свою достойную и даже с излишеством часть, помогающую смотреть весело, наслаждаться земными благами и служить беспрепятственно своим страстям. Впрочем, такой более всех знает, что он грешит, делая из земляного вещества бренные сосуды и изваяния. Самые же неразумные из всех и беднее умом самых младенцев враги народа твоего, угнетающие его, потому что они почитают богами всех идолов языческих, у которых нет употребления ни глаз для зрения, ни ноздрей для привлечения воздуха, ни ушей для слышания, ни перстов рук для осязания, и которых ноги негодны для хождения». Хуже всех из перечисленных грешников те, кто по воздействию духа тьмы с борьбой и ненавистью обрушиваются на народ Божий. Таково свойство отпадения идлопоклоннического, таково свойство души, преданной суетному, что не может она не гневаться и не ополчаться против тех, кто искренне совершает дело спасения своего, воздавая божественные почести тому единому истинному Богу, которому они законно принадлежат. «Хотя человек сделал их и заимствовавший дух образовал их, но никакой человек не может образовать Бога, как он сам. Будучи смертным, он делает нечестивыми руками мертвое, поэтому он превосходнее божества своих ибо он жил, а те никогда». В этом продолжении описания пагубного состояния отвергшейся почитания истинного Бога мы видим некоторую неизбежность устроения их вражды против носителей Духа Божьего. К этому их вынуждают те духи тьмы, которые сопутствуют идлопоклонству. Они даже некрасивы по виду, как другие животные, чтобы могли привлекать к себе, но лишены и одобрения Божья, и благословения Его. Неизбежная печать Бога отступничества, как на падшем духе, лежит и на всех следующих. Этому духу в делах идлопоклонства оно неизбежно как воздвигает духа в тьмы противостоять свету Божию, так воздвигает и служителей, его противится всякому церковному делу и устроению духу и свету. Потому не будем удивляться, видя у церкви столь враждующих ей, ибо те, кто не желают воздать славу Божию, неизбежно исполняется и духа богоубийства, духа вражды к святыне, ибо она всегда остается обличением их безумия.